Уже скоро, уже очень скоро, тысячи Тавраксов одновременно издадут рёв и обрушат свою мощь на мир Вархаммер. Я вас приветствую, друзья, с вами Вирус, ну а тем временем, в этой версии вселенной Тавракс начинает разрушать Ултуан. Ему море по колено. Ну мы так долго плыли, упорно, конечно же, туда. За это самое море. Без ускорения тяжеловато ему плыть. Говорит, ну там, вот это вот движение, лапками по-собачьи, не моё. Топоры ещё мешают, да? Да и копытцы. Для этого не особо-то приспособлены. Но ничего, справился, справился, молодец. Вот теперь тебя хвалю я, как говорится, да. Потихонечку хвалю. Хатеп, но у Хатепа здесь при этом, смотрите, вечеринка большая. Хатепа можно и шатнуть, но он при этом может и укусить. А, мы планировали напасть на зеркальный пруд. Давайте нападём. Скавины пока поддерживают нас. Незначительная победа. Замечательно. Хотите засеять? Ну попробуйте. В целом мы можем... Пойти разрушить вот этот храм ещё? Или уже провести обряды? Уже никто тут не сможет засеять, а то потом бегают этих вот. Убивай. С другой стороны, если сейчас Хатеп засеет, можем один стэк быстренько разнести в поселении. Хатепу-то войну, правда, объявим через три хода здесь. Ну ничего. Пока давайте проводить обряд не станем. Сдаём ход. Нас ждёт Ултуан. Не будем томить эльфов. Когда они пропитаются страхом, они не такие вкусные. Но их нужно резко... Лишать жизни. Смотрите, призрачный корабль такой красивый. Ну, Скавины часть северных земель, конечно, смогут засеять. Там, естественно, не всё у нас отдано под кровавые земли. Некоторые территории... Они ещё даже успели удержать, скажем так. До всеобщего уничтожения. Поэтому ничего страшного. Можем и тут оформить небольшой такой... Вот здесь, например, пик. Испортить им настроение, а? Провести обряд мы не сможем. Да, соответственно, налёт и всё это поможет. Но это не здесь. Хотя, с другой стороны, если Скавины здесь заселят, мы создадим... Ну, нет, это варианты их грабить. То есть пойти на их земли, начинать делать налёт. Смысл портить отношения. И у нас там возможности открываются обалденные сейчас. Мы будем тратить на не пойми что. Гарнизон хоть как-то... Ну, есть некоторые, да, за счёт построек, которые полноценные. Хочется верить, что её остановят. Потому что Тавракса мы сейчас нанесём удар вот сюда. Решительная победа. Это всё новые картинки. Это не новые отряды. Если вы видите там какие-то незнакомые изображения. У других фракций. Так, ну тебя размотать... Не сложно. Ладно, давай. Приблизим пир. Ворота тоже острова спасения, естественно, относятся к этому. Но я бы всё-таки острова уничтожил. Врата при этом уже заболели. Пусть маринуются. Вот когда мы соус подготовили соответствующий, чтобы они мариновались, тогда пусть маринуются. Вот в собственном страхе не надо долго их мариновать. Секреты приготовления эльфов. Учитывая, что всё-таки Таврак занимается строительством. Ты всё-таки захватил, да? А я забыл тебе врубить... Необходимый так мне... Режим лагеря. 10% Можем встать тут лагерем теперь. Правда, придётся ждать восстановления потерь и ждать... Когда с севера два стэка подойдут. А логово хорошо защищено? Не, логово, кстати, плохо защищено. Мы можем этот стэк подвезти сюда. Может даже. А ты попробуешь шатать тут. И одновременно так со всех сторон нанесём этот самый финальный удар. Помните, я говорю, чтобы тебя не забыть. Естественно, я тебя забыл. Ну, естественно. 20 тысяч. Эльфы... Ну, они такие... Зажиточные. Мы сейчас можем их... Немножечко потрясти. А все монетки, которые с них выпадут... Использовать... В благих целях. Давай, доход от трофеев увеличим. Сквер, ну, хаоса... Ну, 6 тысячи... Тыщ, тыщ, тыщ. Можем попробовать создать тебе... Кабанчиков, там, собак. В перспективе, если что наймёшь. То есть остальные стэки... Но я не заморачиваюсь над остальными стэками. У меня вот есть основной... Тавракс, всё... Что кроме... Будет жить, не будет жить. Даже фракция такая. У нас сейчас. Если качать остальные стэки... Ух, вообще в мире... Будет твориться... Верх несправедливости по отношению... Ко всему живому и неживому даже. Ну, что шевелится ещё. Пытается, по крайней мере, шевелиться. А звериная ярость у меня есть. Ну, пусть милость у какой-то бонус получил. Несправедливость. Тавракс и так... Пусть и... Лично может проиграть кому-то. Но не сейчас, не в компании. Это совсем другой формат. Ух ты, а ты не дотяг... А, да. Сейчас дотягнешься. Я надеюсь... Ты не задержишь его сильно? Не, нормально. Нормально. Решительная победа. Пока эльфы не сильно сопротивляются. Рога войны. Рога-рога. Один ход ещё изучим. И вот как раз таки... Следующие будут рога. Можем агента и убирать. Ну, или оставим, пусть качается. Нанимать... Никого не буду. Понятно, что это всё активно, но... Какая разница, на что тратить очки тут... В принципе... Так. Уже. Вопрос... В том, что я их как агентов-то не использую. В основном. Из армии не вывожу в прохождение. Отлично. У тебя уже бессмертие. Ну и ты будешь хорошо служить. Обретёшь это самое бессмертие. Тёмные боги наградят. Своих верных слуг. Тёмные боги наградят. На Ултуане очень плотненько. Смотрите. Огромное количество можно уничтожать... Городов. Поселений. Которые влияют... На количество накапливаемых очков. И в перспективе... Необходимых на... Осколков. Опа. Трак ХТК. Разрушили. Всё-таки получается... Под руководством... Костлявого. Какой ты плывёшь, кораблик. Красивый кораблик, конечно. Но этот корабль, кстати говоря, это же оперный дивы корабль. У Ноктилоса, если я правильно помню, чуть иначе должен был он выгляделся. Ну-ка, подожди. А, ну ты... Томми. Вот он, Ноктилос. Да. Ноктил здесь плавает, а это у нас... Чарли Кокс. Данный корабль выглядит куда интереснее. Такой в духе... Пиратов Карибского моря. Чёрная жемчужина. Призрачная. Не, пираты это такая фракция здесь атмосферная. Не зря её как бы вывели в свою отдельную настолку. То есть, кто не знает, есть такая... Флот ужаса настолка. Она отдельно даже от настолки, которая... Проморские сражения. Которая также отдельно от остальной главной настолки мира Вархаммера. Там всё вот закручено. Стой ещё. А мы одним нажатием кнопки... Сейчас просто одним лёгким нажатием кнопки... Обнуляем... Ритуал. Мозданутый ничего не сделает теперь. Давай твои личные. Твои личные. Я даже вот согласен, реально. В этих бычков в бою... Я им ничего толком не назна... Подожди, подожди, наверное, ты ещё раз. Постой, пограбь. Так вот, я им лично обычно ничего не назначаю. Второстепенным этим лордом. Сейчас тем более... Когда такой необходимости нет. Мы нагибаем всех, кого хотим. Ну или кто этого хочет. Опять же, если возвращаться... К уничтоженным тёмным эльфам. Там иногда по взаимному согласию, как говорится, всё это происходит. И забываю, что за предметы у них лежат. Что за способности эти самые предметы могли бы открыть. Таваркса, ты ходил на этом ходу? Подожди. Ты не ходи. На этом ходу ты не ходил. Орлиные врата. Это уже другая... Территория. Значит, мы идём сюда. Налёт нам тоже не поможет. И здесь пока... Ну, награду можно получить, в принципе. Чуть-чуть. Буквально одна победа, и у нас появятся эти самые необходимые... Возможности. Уничтожать подряд всё, что будет только здесь лежать. На следующий ход. А ну-ка, ты грабишь наверху. Тебя вообще как-нибудь выключить, чтобы... Или постараться запомнить. Да не, не, запомнить нужно. Зачем нам запоминать, что... Им там не нужно играть. Вот, если сверху смотреть, ногтила даже... Даже как-то не приметил. Но этот корабль... Выглядит... Эпично. Издалека его прям... Видно, и прям... Забыв про многое, можно сказать, действительно, что это легендарный корабль. Корабль легендарного лорда. Ну что, Хотеп? Отгремели твои кости. Отгремели. И вот тут... Ну, стэки слабенькие, кстати. Объявляй войну. Первая победа. Меня это полностью устраивает. Хотя... Странно, да? Вот такой стэк. Учитывая... Ну, может быть... Ой, елки-палки. Я же здесь хотел этот... Возвести. Ну, можно так сделать. Разграбить, да? И возвести, чтобы деньги не терять. Причем эту десяточку нам дали все-таки. Я вот почему-то думал... Даже не проверял как-то. Мне казалось, это настолько очевидно, что... Даже не проверял. Если разрушить, а потом создать... Непосредственно камень... Очки нам не засчитают. Не будет. Очков. То есть просто ноль на старте, и все. Нет. Тогда деньги можно не терять за крупные поселения. Необходимости такой нет. Нанимай себе лучников дальше. Ну и на следующий ход одного пса. Хотя... При этом, я думаю, лучше... Объединить вас. Раз... В любом случае, второй ход сидеть. Трофеи. Тоже совершаем сразу ритуал. Бег титана бы захватить. Мелочь, мелочь. Идем дальше. Мы в шаге от успеха. Обычный не позволяет. Придется в ускоренном режиме нападать. Но опять это решительно побед. За следующие врата, наверное, подеремся. А тут, так как чума их сожрала... Мы быстренько проглотим. Они уже практически сварились. Придется в ускоренном режиме. И вот оно жестокое буйство. Воля погов. Такими темпами даже огров можно приспать в армию. Так, а ну-ка. Блин. Почему ты оказался выделенным, а? Ты же сейчас останешься здесь. Ты же все веселье пропустишь, понимаешь? Мы тебя ждать не будем. Хотя можем подождать, но один ход, ладно. Подождем тебя. Один ход подожду. На следующий начнем буст. Сколько это стадо просит? Обнови меня, пожалуйста. Хоть чуточку обнови. Хоть самую малость обнови. Краюшечку. Роднушечку. Но мы его игнорили. Жесточайшим образом. Очень люто по отношению к фракциям искусственного интеллекта, что они пытаются ведь засеять руины. После разрушения зачастую часто. Ну вот как на Утуане мы только что видели. Маленький стек пытается засеять руины. Он считает, что никого нет. Но с другой стороны, раньше, как мне казалось, искусственный интеллект читерил. В этом плане. Если мы стоим рядом, он никогда не засеял. Вообще, он не попытался бы заселить в моих компаниях. Отойди на 2-3 шага подальше. Уже может быть. До этого момента и бровью не шевельнет. Давай все войска ускорим. Присоединяйся. Орлиные врата. Ну, белый пик, ну и оперный кардабалет, а. Чарли и шоколадная фабрика. Че ты сделал? Нам всю малину испортил, ты понимаешь? Еще теперь не боевые потери нести, начинай. Ааа, подожди-ка, я что-то сжи-то. Фальштаб. Рано, рано. Ох, рано. Здесь пока просто первый. Нам же второй нужно завершить, чтобы это все закрутилось. Чтоб эта мясорубка заработала. Ну вот он он, Хотеп. Идет. Среагировав на руины. Небольшой стэк. Возможно, придется лично сыграть. Незначительная победа. Причем есть тоже наемники. Сольет нам. Давайте лично сыграем, чтобы меньше потерь понести сейчас. Так как рядом мы видели, как минимум, еще один стэк. Может быть, он распустил. Третий. В чем я сомневаюсь, если честно. Так что нужно быть просто чуть осторожней. Чуть аккуратней. Давай не так близко. Вот сейчас достаточно. Кавалерию нашу именно поставим слева. Кавалерию огров справа. Пусть они здесь торопятся. Ну а гигантики... Хотя можно вот так собаку еще тоже сюда выкинуть. Нужно немножечко спрятать. Ты лично возглавляешь команду гигантов. Давай, натощак. Расстреляем их всех. Вперед! Мы верные воины. Огров, вы, скорее всего, со своими еще будете вынуждены сейчас сразиться. Все, выходим. Начинается вечеринка. Отряд какой-то маневр начинает делать, оббегать скелетов-копейщиков. Так, давай-давай-давай-давай. Хотя ладно. Приказ получен? Приказ получен. Вы готовы стрелять в кого угодно. Ну, этим, значит, и занимайтесь. У вас прям сразу срабатывают все плюшки. Все, красавцы. Один отряд переключаем даже. Тут ушепти. Лучников можно натравить на ушепти. О, подожди, всадники. А вы откуда тут? Прям неожиданно. Мы бандито. Дави костлявых. О, пузатые пали. Надо сказать, они еще долго не распадаются. И эти настойчиво возвращаются наемники. Даже наших наемников опрокинули. Ну, в коем веке. Исключительно крупными планами можем заняться. Хотя начиналось все, да, с идеи, давайте меньше потерь понесем. Серьезно, вас они разметили ли от Родио, ну... Огра. Ужас, ужас. Первая победа. Там была незначительная. Здоровейки живы. В принципе, все живы. Но у нас у этого лорда еще один отряд от Родио в резерве. Поэтому... Сейчас посмотрим. Может избавимся от собак? Будем использовать от Родио. Денег тут немного, поэтому... Оформляем. Есть Огры. А давайте ему добьем Огров. Ултуан нас, считай, сейчас кормит. Хорошо, кормит прям так. Сытненько. Милость богов сыпется из всех щелей. Хотя не, это было стекло. Сейчас просто много ее. Из обычных отрядов тех же Горов. Ну, чтобы парочка была, возьмем. Понятно. Давай тебе пару и гангстеров возьмем. Возьмем все-таки гангстеров. Огры как кавалерия, но не сказать, что были слишком медлительные. Но не всегда меня радуют своей стремительностью. Ладно. Берем точно гангстеров. Не избавимся тогда от тебя. Где можно распустить, новичка взять. Но удобно их по парам так и менять, если что. Лучников уменьшить количество. Тогда. Давайте тогда уменьшим количество лучников. Есть контакт. Побольше пузанов. Поменьше слов. Улучшение. Доступ в восьмой уровень разорения требуется. Ну окей. Вот пятнадцатый уровень мы как раз берем для легендарных лордов. И можно начать. В идеале можно, да, купить всем. Будет сейчас денег, если Ултуан продолжит приносить достаточно много. Всем купить вот эти вот спутники. Но возвращаясь к разговору о том, что я забиваю на второстепенной эстетии, я на этот счет не сильно переживаю. Флот ужаса, пользуясь возможностью, объявляет войну. Союз против нас еще и оттайн тиранок подключил. Ритуалы, жертвоприношения, ну... Давай перенесем жертву. Пусть сквернохауса растет. Возьмем орлиные врата и, наверное, проведем обряд. Сейчас ногтилу объявлять войну не стану. Не ты наша цель. Ну, погнали, давай. Штурмовать стены некому. Просто у нас для этого сейчас лишь один герой гор и один герой маг. Все. Больше никто забраться на стены при всем желании не сможет. Копытца не позволят. Ну, такая армия должна подходить и полностью всю линию стен разносить. Давай. Часть вас сюда пойдет, минотавриков. Часть вас сюда пойдет. Попробовать разрушить вышку. Например, вот эту. Попробуем. Что из этого получится. Горы, горы. Вы здесь. Либо можем отправить здесь всю крупняночку. А здесь героя. Ой. Да ёптель-моптель. Не, уже сломал. Синхронно не получится. Бегом. Вы расстреливаете вышку. Конечно, лично, пока мы добежим до ворот, лучники очень хорошо походят с минотавров. А давайте вот здесь лучше. Хотя тут больше их можно подрезать. раз. О, ворота уже уничтожены. А вы шустрые. Молодцы. Тогда пошли. Тогда все в бой. Больше кегоров. Кегоров. А ну-ка, пошли на площадь сразу. И эта способность работает на стене, смотрите. Причем магию непосредственно точно такую же на стены я, по-моему, не мог использовать. Он не мог. Встретимся на стене. Вперед. Этики горы могут остаться. А у вас соревнования. Вы кидаетесь в вышку. Пытаетесь уничтожить. Ну, ворота быстрее сломали. Припрыжку весело, дружно. Вот она, она кислотой начинает обливаться. И кидаться, обниматься. Хорей стрелять. Придавил чуть-чуть. Ладненько, иди сюда. Здесь новички еще не освоились. У вас же должны были уже закончиться боеприпасы. Я второй раз кинул способность. Опустошающую, нет? Ты просто проигнорировал? Ах, ты кидайтесь. Мы тут веселой толпой гоняемся за одним. Сбиваем друг друга. Кто первый его убьет? Но это вполне все соответствует веролюдам. Иди закинь сюда твоя способность. надо отступить. Не хотят и не надо. Но опустошать он их не хочет. То есть штрафы накладывают, накладывают. а опустошать не станет. Ну 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 и ладно. Не больно то и хотелось. И спускать со стен я удивлен, что на стене бойцы остались. Учитывая, что они неплохо могли бы сейчас стражу ворот помочь. Они и все-таки копья свои следа станут против монстров и в ближнем бою. Что там могут? Но они стояли на стене. Да я бы так играл защищая город от подобного стека зверюшек. Я бы тоже их не спускал естественно. Ну что самоубийцы? Из каких-то пор ты не пытаешься защитить точечку свою родную от которой зависит жизнь поселения. Запасы магии. Сейчас в принципе Таврак сможет ну я отчасти даже на это и надеялся. Надеется он надеялся может я надеялся в принципе на подобное испытание какое было у Дричи. Кто смотрел прохождение когда она высадилась на Утуан там врагов хватало и порой было ощущение что даже ее стэхи не вывезут. Ну 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 все все обходилось благополучно. но здесь камин не вывезут тут тут где-то должен быть хотем у него стэк еще где-то бродил признавайся вот бы трус ты где-то спрятался мне казалось где-то здесь мне показалось что он именно туда ушел а не подожди-ка вот есть хатепа ну он не был разрушен моменты проведения обряда или хотя по закону не писан он там верховный жрец все дела на остальное ему плевать темная луна когда один падет численности полностью восстанавливается кстати говоря сейчас предлагаю даже хотя не дальность перемещения с одной стороны даже будет выгонить на утуане все компактно необходимо выбрать земли 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 которые мы будем разорять дальше причем сюда они почему-то не расширяются придется на разбойничий предел немного разорить проходим мимо тебя придется просто разрушить а в разбойничьем пределе уже ставить камень здесь меч и меч и вновь вытащила из ножен кровавая королевна она не меняется она с момента своего появления да как получила статус кровавой королевы так его и поддерживает из прохождения в прохождение по крайней мере меня она заботится о своей репутации о жаба а вот она вон стэк тут где-то видел нам в идеале на следующий ход забрать зеркальный пруд который должны вернуть лизардмен и у нас новый стек есть сейчас нет пятерочка все предел предел увеличение численности армии осколков камней побольше нам отсыпали делай налет строительство отменяется на этом ходу повернут зеркальные пуды они себе должны же ходить уже были лизардмен уже походил маздамунди он не захотел не захотел или не смог не его могли хотеповцы разбить и судя по всему они с ним и сражались стеки по коцам все-таки плохо что мы видим да но когда мы ходим мы это все прекрасно видим это все хорошо контролирует но когда входит искусный интеллект все эти земли в туман быстрее безусловно сдаются охоты в убийстве нам не сильно это нужно смотреть как обстоят дела на этих территориях согласен любопытство дело такую не разрушаем просто разрушаем пока камень не воздушит здесь у нас врата единорога но уже врата будем разносить скорее всего на автобуину даже там сопротивление не оказывалось покажите что вы можете а эльфы соберитесь представьте что это маленький соберитесь единым фронтом выступите против одного единственного отряда бисменов как так а рак артик молодец смотрите в этом прохождении он понимает что у нас грабят но с нас но пяти хатку берут и все и мы живем пяти хатку заплатили и жить можно это лучше чем если что вдруг тут прям нам надерут все-таки рак арт наверно не совсем темные остальные прям кидались на рога представляешь что это не знаю что там представляет все темные эльфы когда кидаются на рога у них свои причины до поселения мы дотягиваемся взять его сомневаясь что получится данным стеком и чуть по чуть укрепить уже удалось незначительное поражение хотя если незначительное поражение предрекают может искусственный интеллект и не пойти на вылазку тут есть обрыв гангстеры наши местного развива бонусы за счет луны еще если 50 процентов придется вот так вот тут жестоко прям я смотрю мне становится жалко представляете если играть компанию противостояния когда один игрок за тавракса в таком вот состоянии особенно после всяких обрядов заход то весь утон может обойти и сжечь его королевна ну давай с мечом на нас поверит мне кажется даже автобой сейчас может предсказать нам поражение у тебя меч как-никак покажи чьих руках власть так он гол ты ходил ты ходил ты ходил ты ходил шатина и раньше когда я приходилось играть за бисманов была необходимость но в лагере вставать только в крайнем случае в основном все-таки грабить сделать налет окупать свою армию находить эту милость богов на земле каждым пятаком нагибаться сейчас можно чаще влаги да и тем более мы идем по своим кровавым землям их никто не заселит их никто не спасет полное поражение но тут согласен полное поражение жаба в гарнизон жаба правда осталась за бортом и мы ее сейчас через трубочку надуем потому что 20 к рядом догонять стек возможно она бы не смогла сейчас думаю искусная интеллекция таки бы напал если по ним была такая возможность не ну вы тоже несете потери там очень гарнизон слабый уже стерзанный нашей чумой забавно да как бы игровые механики понятно что игровая условность остается тот же медный бык зим считает только там где шея придется на тебя нападать наверное придется наверное нападать сначала на тебя что мы пока тут избавимся или давайте нападем используем если что очки решительная победа очки крови очки крови даже можно ускориться даже не восстанавливать потери наверное на этом ходу напасть на кровавую королевну дать ей небольшую форму потратить эти вот учить и давайте сделаем так сейчас схожу остальными стеками думаю вот эту жабу хотя подкрепление подойдет тут тоже может быть интересное сражение тут тоже очень интересный батл так что его оставим на следующую серию хотел остальными просто походить сейчас быстренько оперативненько уже товара королева встретятся боя надеюсь будет достойный что у тебя в армии мы не видим как раз интрига сохранится но у нее мы точно знаем что есть меч тут обман очка стек убежал посмотрим кто круче тавракс или меч и и кровавая королева до следующей серии друзья мои с вами был вирус и всем приятной игры уже можно пожелать пока пока